Дата выхода советского фильма «Джентльмены удачи», режиссером которого стал Александр Серый, а автором сценария выступил Георгий Данелия, 13 декабря 1971 года. Лента, премьера которой состоялась в столичном кинотеатре «Россия», имела феноменальный успех в прокате, а диалоги из фильма народ быстро разобрал на цитаты. В этом видео я вам расскажу, какие актеры фильма «Джентльмены удачи» получили роль благодаря случайному стечению обстоятельств, и кто мог бы сыграть любимых персонажей. На роль мелкого жулика Али Бабы Василия Али Бабаевича исполнительное руководство фильма не могло найти дольше всего. В этом образе сценарист и режиссер изначально хотели видеть Фрунзика Мкартычана, но артист не мог пропустить празднование 50-летия образования Армянской СССР и отказался от съемок. Рассматривались также кандидатуры таких кинознаменитостей тех лет, как Владимир Этуш, Армен Хастикян и Илья Рудберг, однако их пробы показались руководству малоубедительными. Никто из них в итоге не сыграл в картине, а поиски продолжились. Наконец, нашли и утвердили подходящую кандидатуру актера из Ташкента, но тот неожиданно оказался под следствием, и поиски продолжились. В списке актеров фильма «Джентльмен и удачи» мог оказаться и Боадур Цуладзе, однако он не смог прилететь в столицу на съемки в назначенное время из-за болезни матери. Роднера Муратова изначально предполагала снимать роли начальника тюрьмы, которые в итоге сильно сократили. В интервью актер вспоминал, как собирался с силами и впервые в жизни осмелился ответить отказом начальству, понимая, что может остаться без зарплаты. Роднер не хотел играть очередного проходного персонажа и сказал, что хочет стать другим персонажем. Ему ответили, что роли давно распределены и изначально предназначались для популярных звезд кино. Евгения Леонова, Фрунзика Мкратычана и у Георгия Витцина. После долгих и неудачных проб времени на поиски актера не оставалось, ведь зима заканчивалась, а по сюжету требовалось отснять сцены с прорубью. Сыграть Али Бабу все-таки предложили Муратову, вспомнив о его смелом заявлении. В итоге исполнитель получил главную роль в своей жизни. Роднер Муратов также снимался во многих других фильмах. Максим перепелица, поединок «12 стульев», «Авхоня» не может быть, однако образ Али Бабы в карьере знаменитости запомнился зрителям больше остальных. Сыграть бандита по прозвищу Хмырь в джентльменах удачи могли бы такие звезды, как Лев Дуров, Рудольф Рудин и Виктор Сергачев. Но в итоге персонаж достался Георгию Витцину, хоть его кандидатура на эту роль изначально не рассматривалась руководством. К слову, многие зрители считают, что Хмырь – это повзрослевший трус, которого Георгий Витцин раньше сыграл в легендарной комедии Леонида Гайдая, «Операция И» и другие приключения Шурика. Актер Спартак Мишулин, сыгравший немногословного Саида фильма «Белое солнце пустыни», мог оказаться в команде сообщников доцента, однако сниматься в ленте Спартак категорически отказался и даже не пришел на кастинг. Среди актеров фильма «Джентльмены удачи» также могли оказаться Андрей Миронов, Юрий Никулин и Ролан Быков. Миронову предлагалось воплотить в комедии образ жулика и угонщика автомобилей по прозвищу Пижон, однако актер в тот период уже был занят другой картине, поэтому от съемок «Джентльменов удачи» отказался. Юрий Никулин, по задумке сценаристов, должен был появиться в картине в образе профессионального Альфонса и Многоженца, но актер отказался сниматься, объяснив это тем, что не желает пополнять свой список комедийных ролей. Ролан Быков, который мог бы сыграть роль бандита-фальшивомонетчика Миллиметра, также сослался на занятость других съемках. Сценарий и сюжет картины в итоге пришлось переписывать, так как представителям МВД не понравилось, что преступников в фильме перевоспитывали добротой, а не при помощи карательных органов. Пришлось убрать таких персонажей, как «Пижон», «Миллиметр» и «Альфонс» и придумать других. Кстати, пробы Савелия Крамарова, который сыграл вора карманщика по прозвищу Косой, изначально оказались неудачными, и руководство фильма собиралось отказаться от кандидатуры артиста. За Крамарова оступился Георгий Данелия, который выступил в роли сценариста и художественного руководителя проекта. Известный режиссер сказал, что считает такой смешной и немного глуповатый типаж идеально подходящим для Косова, поэтому Савелия Крамарова решили все же оставить. Актер впоследствии мигрировал в США, и сцены с его участием «Джентльмена» хотели вырезать, однако вновь благодаря Данелии решилась его судьба. Георгий Николаевич отметил, что незачем вырезать актера, который сыграл бандита от щепенца, и к его мнению в который раз прислушались. Для актера фильма «Джентльмены удачи» Евгения Леонова изначально режиссером была предусмотрена другая роль. Артист должен был сыграть не добродушного заведующего детским садом Трошкина и вора рецидивиста по прозвищу «Доцент», а молодого сотрудника милиции, задача которого входило перевоспитывание правонарушителей силой убеждения и через труд. Однако министру внутренних дел СССР, которому кинемедокорфейсты обратились за консультацией, сценарий и подход не понравился. Тогда было решено, что главным героем будет не майор милиции, а заведующий детским садом. В роли второго сообщника «Доцента» Косова снялся Савелий Крамаров. С ними связан один малоизвестный печальный факт о фильме «Джентльмены удачи». Вы не найдете его на афише фильма и многих других, где он снимался. Дело в том, что Крамаров много лет пытался уехать из Советского Союза, но ему не давали разрешение на выезд. Причина была проста. Если ненадежный актер уедет, все ленты с его участием, в том числе и популярные фильмы «Джентльмены удачи», придется изъять из проекта, иначе все поймут, что можно взять и уехать. На дворе были брежневские 70-е, не время миндальничать. Крамаров в итоге уехал, но в 1981 году. Фильмы из проката не изымали, но и фамилию его вернули только после распада Союза. Знаменитые кадры из фильма «Джентльмены удачи», где незадачливые уголовники сидят в цистерне с цементом, снятых в павильоне. Для них специально сделали декорации. Причиной этого решения была не только сложность съемки внутри машины, но и клаустрофобия вышеупомянутого Крамарова. Он наотрез отказался сниматься в маленьком помещении. В качестве цемента на съемках использовали хлебную закваску, в которую для цвета добавили уксусную эссенцию. С этим связан интересный факт фильма «Джентльмены удачи». После того, как все актеры вылезли из цистерны, Георгий Витцин остался там сидеть, так как узнал, что этот раствор на лекарственных травах и на 15 лет продлевает молодость. Сцены, где герои Крамаров, Витцин и Леонова растирают друг друга снегом, могло и не быть. По счастливой случайности, импровизация актеров стала одной из самых ярких эпизодов фильма «Джентльмены удачи». Леонов и Витцин не хотел раздевать. Почти 20 градусный мороз. А Крамаров не знал об этом и выбежал на улицу в одних трусах. Пришлось остальным раздеться и принять участие в забаве. Верблюд действительно плюнул в Крамарова, потому что тот слишком активно корчил рожи. Но многие не верят в этот факт со съемок фильма «Джентльмены удачи», потому как в картине не вошли настоящие кадры. Сыну животного имитировала пена от шампуня. Некоторые сцены снимались в настоящей тюрьме. Конечно, этот факт настораживал актеров фильма «Джентльмены удачи», поскольку им и съемочной группе угрожала опасность. Поэтому во время съемок их постоянно сопровождали милиционеру. К счастью, все обошлось. Многие считают, что фильм снял Георгия Данелия. Этому способствовал тот факт, что «Джентльменах удачи» ярко прослеживался его почерк и его стиль. На самом деле это не так. Данелия вместе с писательницей Викторией Токаревой работал на сценарии. Кроме того, он был художественным руководителем фильма по требованию Госкино, а также переснимал некоторые сцены, не понравившиеся ему. Почему все было так сложно? Дело в том, что режиссером фильма стал Александр Серый, человек трудной судьбы. В 1958 году, окончив режиссерские курсы, он прерывновал будущую жену Марину Акопову к другому. Напал на мужчину и тот остался инвалидом. Серому дали 8 лет лишения свободы, но за примерное поведение выпустили через 4. В середине срока он женился на Марине. Очевидно, что он был неблагонадежным для руководства кино и снимать фильмы его разрешили только совместно с другими режиссерами. Так появились картины «Выстрел в тумане» и «Иностранка», которые не были успешны в прокате. Георгий и Данелия хотели помочь другу и добиться разрешения на самостоятельную режиссуру фильма «Джентльмены удачи», но ему ответили сверху знаменитые фразы «У нас в кино и так много серого». В конце концов, Данелия удалось убедить руководство, принеся им сильный сценарий фильма. Впрочем, после выхода фильма и его невероятной популярности, Георгий заявил режиссеру, что тому хватит популярности. Деньги за тиражирование 8000 рублей, по словам Александра Серова, до режиссера так и не добрались. Еще во время съемок «Джентльменов удачи» выяснился трагический факт. У Серова нашли лейкемию, и он не отчаивался. Снял еще два проходных фильма. 16 октября 1987 года незадолго до 60-летия покончил с собой. Интересен тот факт фильма «Джентльменов удачи», что знатоком блатного жаргона выступал сам Александра Серый. В процессе съемок стало понятно, что если снимать фильм с настоящими тюременными словечками, то в прокат его не пустят никогда. Так и появились слова вроде «Редиско». Создатели фильма все равно боялись, что его положат на полку, но сначала министр Щелков, а потом сам Леонид Брежнев посмотрел его с восторгом и громко смеялся. «Джентльменам удачи» дали зеленый свет. Неожиданный успех фильма «Джентльмены удачи» позволил занять картине 12 место среди всех фильмов в истории советского кино. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. Также можете подписаться на мой второй канал, ссылка также в описании. С вами не прощаюсь и до встречи.